Всем привет! Это Тип Топ ТВ и я Марина. И вы снова, конечно же, со мной, а я с вами. Собралась готовить на даче грибное суп-пюре. Если вам интересен этот рецепт, присоединяйтесь. У меня уже есть куриный бульон, у меня есть замороженная картошка с шампиньонами. Вы можете использовать и свежий картофель, порежьте кубиками. Здесь же еще заморожен лук, порезанный кубиками. И как шампиньоны, так можно использовать и белые грибы, в общем, те, которые у вас есть. Полный список ингредиентов вы найдете внизу, в инфобоксе, в описании к этому видео. Разогреваем на сковороде сливочное масло. И одну или две... И будем обжаривать одну или две столовых ложки муки. Вот так помешивая до золотистого цвета. Получается вот такая красота. И прежде чем перемещать все это в суп, можно разбавить еще водой или бульоном. Не переживайте, если образовались небольшие комочки, потому что суп мы все равно будем измельчать с помощью погружного блендера. Овощи в супе проварились, они уже готовы. Добавляем молотый мускатный орех на кончике ножа. Мускатный орех очень сочетается с грибными блюдами. Попробуйте добавлять, и вы сами увидите, как раскрывается вкус. Проверяем на соль. Если нужно, досаливаем. И с помощью погружного блендера я буду делать пюре из овощей в супе. Сюда же добавляем содержимое от сковородки и опять измельчаем. Иногда я в такой суп добавляю плавленый сырок, волну или специальные сырки, плавленные для супа, например, шампиньонами. Тоже получается очень вкусно. Сырок растворяется в супе и добавляет дополнительный вкус сливочный. Получается питательно и вкусно. Дождусь закипания супа. Посмотрю, как он начнет загустевать. И уже буду добавлять сливки. Доведу до нужной консистенции суп. Самое главное не забыть еще проверить на соль и добавить измельченную зелень. Ну вот и все на сегодня. Если видео было вам интересно или полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Желаю вам, как всегда, здоровья. Самое главное благополучия. Всем пока и оставайтесь со мной.